Вот, значит, хорошо, значит, добрый вечер всем, кто бы он действительно был добрым, и мы, как всегда, с вами, я надеюсь, что нет ни у кого возражения, мы мысленно в своем сердце и на устах стараемся посвятить наши духовные усилия. Они действительно, есть эти духовные усилия, я думаю, что на очень неплохом уровне, тем более, что считается, что изучение Торы, даже с ошибкой, оно все равно является изучением Торы. Так вот, я думаю, что мы все-таки как-то и без таких принципиальных ошибок и стараемся брать глубокий уровень. И вот наши духовные усилия хотелось бы, чтобы они были на пользу, как молитва, и тем воинам Израиля, которые сражаются на юге и на севере. И на пользу всем раненым для их скорейшего выздоровления. И для пленных, которые попали в плен, чтобы они вернулись. И в поддержку тем семьям, которые оказались полностью как бы вовлеченные в этот процесс войны народа Израиля со страшными врагами. Ну вот, я также хочу напомнить, что я стараюсь все свои занятия посвятить памяти и возвышению души Любы Бат-Михаэль, своей жены, которая полтора года назад ушла из жизни. И, в общем-то, всю жизнь провела, мы с ней вместе провели в борьбе за репатриацию русскоговорящих евреев, за целостность земли Израиля и за глубокое, я бы сказал, правильное понимание неправодческих текстов. Так что это только справедливо, если напомнить о ней в этих занятиях. Теперь, то, что я с вами хотел посмотреть сегодня, это 31 глава пророка Иеремиягу. Не удивляйтесь, что мы перескакиваем с главы на главу. В каком-то смысле говорят Нет того, что раньше и позже в Торе и в Пророках. И я стараюсь выбирать просто те темы, которые могут быть наиболее близки к нашему времени, наиболее актуальны. И, может быть, даже несколько неожиданны для людей, которые привыкли слушать такой традиционный подход, накатанный, одно за другим и так далее. Я все время подчеркиваю, что у нас при изучении Торы есть определенные проблемы. Иначе бы мы с вами не находились в таком положении, в котором мы находимся сейчас. Иначе бы большинство народа в середине XIX века не отошло бы от Торы. Не показалось бы им внешний мир и мудрость, внешний мир и столь привлекательный и столь особый, если бы все это было в общинах, внутри еврейского народа, в ешивах. Если бы там подчеркивалась мудрость и цели, которые стоят перед еврейским народом. После этого введения давайте мы с вами откроем 31 главу. И попробуем. Нет, это не то, что мне хотелось бы. Не нужно нажимать так поспешно. Давайте представим, где тот текст, который мне хотелось бы поднять. Вот он, я надеюсь. Вот этот текст. Теперь, но там всегда просят убрать эти значки. Убираю тут же. И мы с вами в 31 главе. И здесь очень интересное замечание, которое обычно, так скажем, несколько замалчивается. Иремьяху обращается к народу в преддверии изгнания. Ни для кого не секрет, что он постоянно говорит об изгнании, по крайней мере, как о возможности или, скажем, о событии, вероятность которого очень велика. И вот здесь в 31 стихе он обращается так и говорит сыновьям Израиля. Поставь метки, установи указатели, обрати внимание на проложенную дорогу, по дороге, по которой ушла. По ней возвращайся, Дева Израиля, возвращайся в эти города. Сколько информации здесь, насколько плотный текст. И он волнующий, эмоционально. Ты обращение, возвращайся, Девы Израиля, мы обратим с вами внимание. То есть, это та часть народа, которая не ушла в изгнание. Мы говорим о предсказании, хорошо будем говорить, как о прошлом, как в прошлом времени. Та часть народа, которая не ушла, не растворилась среди других народов. Та часть народа, которая сохранила, в общем-то, хотя бы по большому счету, еврейскую душу. Да, потому что что такое Дева Израиля? Она чистая, она не подверглась влиянию, она в доме отца, она в семье, и она мало подвержена внешнему влиянию. Вот, к такой части народа обращается Иеремьягу, представляя себе, что народ оказался в изгнании и, естественно, должен вернуться. Вот, теперь здесь очень интересная фраза, которая разбивается, уделяется ей внимание в Гемаре, в Сифрей, в «Мудрецами Торы», и понятно, что она не такая простая. «Поставь метки», я подчеркнул вертикально, опираясь на еврейское слово или стараясь передать его значение, «йциви». «Ницца» в этом стоит твердо, вертикально. Мы можем представить себе, что человек идет по какой-то незнакомой местности, незнакомой дороге, и вот он для того, чтобы иметь возможность вернуться, найти обратный путь, дорогу обратно, он положит камень на камень или вобьет какую-то палку вертикально, чтобы на каком-то расстоянии, подходя к ней, он мог увидеть ее. «Поставь метку», «сделай метку». «Установи указатели», «тамрурим». «Тамрур», как вы знаете, отсюда современное еврейское слово, «дорожный указатель», «дорожный знак», а здесь корень, здесь «амара». Некоторые берут слово «мар», «мар горький». Ну, это мы потом посмотрим, а в основном здесь слышится «амара», изменение, изменение пути. Вот ты идешь, идешь по дороге, вдруг какое-то разветвление, поставь себе знак, который тебе укажет, нужно поворачивать или нет, а если есть несколько вариантов, то покажет тебе, в какую сторону поворачивать. И дальше, на мой взгляд, довольно неожиданно, если не проскакивать этот момент, обрати внимание на проложенную дорогу. То есть, тут несколько другое. Вот ты ушел, ты идешь в неизвестную страну, и ты хочешь вернуться заранее, ты хочешь вернуться, и ты отмечаешь, как найти себе, как найти путь обратно. Вот я посмотрю на шерст, битый, я его вижу издалека, и я до него дойду. Дальше, может быть, будет еще один шерст. Вот я увижу, что здесь надо повернуть. Это я отметил для себя. Вот что значит, обрати внимание на проложенную дорогу. Кто ее проложил? Не ты же ее проложил. О, это ее проложил Всевышний. Ты иди по тому пути, по которому ты ушел, но вдруг ты увидишь дорогу, которая проложена, проложена кем-то, и ты чувствуешь, понимаешь, что она явно ведет тебя обратно. Может быть, она сократит здесь путь, поможет тебе срезать, может быть, она более удобная. Но здесь ле месила. Месила – это, можно сказать, мощенная дорога, такая проложенная основательная дорога. Мы сейчас, конечно, вернемся к этим моментам и постараемся их представить себе. И говорится, по дороге, по которой ушла, по ней возвращайся. Это как бы призыв. А почему не по другой дороге? А может быть, есть более короткий путь? Что здесь за этим открывается? Мы понимаем, что совершенно необязательно какие-то реалии, какие-то реальные указания. Вот ты прошел по этой дороге, и именно по ней ты должен вернуться. Нет, здесь есть духовный смысл. Сейчас поговорим о нем. Девы Израиля представили себе, возвращайся в эти города. То есть Всевышний как бы говорит через пророка, почти заповедь, повеление, возвращайся в те города, которые ты знаешь, города своих отцов. Возвращайся на те места, где ты жила, где каждый из вас жил. И можно заметить в скобках, как бы забегая вперед по времени, что так произошло с инобьями Израиля, которые вернулись из Бабеля, и не только с коленом Иуды, вместе с коленом Иуды из Бабеля начали возвращаться сыновья Израиля, начиная с 352 года до этой эры, по нашей традиции. И вместе с ними вернулись колены Иуды, и вместе с ними вернулись им большое число из сыновей других колен. И они заселили те города, в которых они жили в Десятиколенном царстве. То есть как бы здесь слышится такая историческая перспектива. Теперь о чем же здесь говорится и как к этому относятся мудрецы, к этому тексту? Естественно, что практически никто не понимает, что буквально нужно придерживаться той дороги, нужно идти по той дороге, по которой ты ушла, в смысле избавиться от тех грехов, от тех недостатков, которые были у тебя. В этом смысле не нужно избегать той дороги, по которой ты пришел. В этом смысле не нужно искать новую дорогу. Возвращайся, отказывайся от того, что ты сделала неправильно, от тех преступлений, которые ты совершила. И мне здесь видится в этой, может быть, аллегории или на символе, видится большая красота, сильная очень красота. Теперь мы понимаем, что исправить грехи можно только в земле Израиля, хотя бы потому, что в земле Израиля есть общество. Отдельный человек, конечно, он может что-то исправить и в изгнании. Вот в земле Израиля он не так тщательно соблюдал частные заповеди. Не знаю, что там, Кашут, Филин, Сицид. Был изгнан и решил раскаяться и начал соблюдать эти заповеди. Но то, что касается всего народа, построение справедливого общества, построение возведения храма, создания прочного государства, завоевания всей земли Израиля и даже отказ от этого поклонства – это дело, которое во многом зависит от общества, от царя. И в изгнании те, кто стремился к твоему поклонству, они просто ушли, оставили народ. Поэтому как общество, как общество, общество, да и вот в общем-то с точки зрения закона его общества по-настоящему и нет в изгнании, общество может только вернуться в земле Израиля, когда придет и начнет заново это общество строить народ, превращаться в народ. Это обращение пророка, да, не забывай то, что было, да, не то, что вот возвращаться, сейчас ты сможешь это исправить, вот исправили еще на один шаг ближе к Богу, еще на один шаг как бы в духовном плане к земле Израиля. Нет, не в этом плане, да, в плане помни, помни, да, может быть быть готов, может быть продумай свои грехи, но исправление само по себе, оно может быть в земле Израиля, да, то есть как бы с этой поправкой нужно сказать, да, не забывай, да, иди в землю Израиля для того, чтобы исправить то, что было, да, исправь, не тащи за собой, не тащи за собой старые грехи, как сказал нам Еремияву в четвертой главе, немножко по-другому, вспашите пашню и несите среди сорняков. Немножко другое, но как бы близкая идея. Вот теперь, да, здесь есть подводный камень, который взволновал всех комментаторов, да, сделай себе метки, да, очень хорошо, да, вот мы немножко, мы взяли с вами простой, так сказать, выпуклый смысл, теперь немножко по-другому, да, как, что здесь почувствовали мудрецы, да, прежде всего, сифры, что здесь почувствовали, сделай себе отметки, да, и понятно, какие ты можешь сделать отметки, реально сказать, что ты должен как общество продумать и понять свои грехи, и это недостаточно, да, это недостаточно, да, и говорят отметки, это то, что, это то, что отличает сыновей Израиля, да, то есть заповеди, да, не забывай заповеди в изгнании, да, это само по себе, да, как говорят хедуш, очень большая новость, потому что у, потому что пророку Ихискеелю в Бавиле пришли, да, и спросили, люди, в общем-то, не злодеи, спросили, а должны ли мы соблюдать, должны ли мы соблюдать заповеди Всевышний, да, отдал нас, может быть, не навечно, на какое-то время, отдал в руки других царей, да, здесь свои порядки, да, а должны ли мы еще более, как бы, да, более точно сказать, что они спросили, а должны ли мы жертвовать жизнью ради того, чтобы соблюдать заповеди, да, вот кто-то хочет, чтобы я не был еврей, и он мне говорит, не одевайте Филим, да, и закон требует в таком случае пожертвовать жизнью, да, если просто хозяин говорит, что это много времени занимает у тебя, чтобы одевать Филим, я тебе не разрешаю, ты работай лучше, да, все дневное время работай, без такого твоего Филим, это еще не повод жертвовать жизнью, а вот если принципиально говорят, да какой же ты избранный народ, вот, да, что это у тебя такое, да, что это за знак на голове, ну-ка сними сейчас же, не смей больше это одевать, тут человек должен пожертвовать жизнью, да, вот, я не призываю никого жертвовать жизнью, это личное дело каждого, но общая посылка, она такова, да, что это на тот момент, когда у человека по крайней мере есть право пожертвовать своей жизнью и не говорить, что я откажусь от частной заповеди, потому что она перестает быть, сохраню свою жизнь, чтобы соблюдать другие заповеди или позже соблюдать заповеди, здесь заповедь становится принципиальной, не частной, вот, и пришли к Ихискеллю и спросили, да, а надо ли нам жертвовать жизнью, когда мы под властью других царей, весь народ, да, и он, как бы и Всевышний сказал, че Ихискеллю, не смейте спрашивать такие вопросы, да, заповеди обязательны, да, вот, и мудрецы говорят, заповедь отличает, да, делает отличными, да, отличными в каком-то смысле, как вот по-русски, да, отличный, да, делает отличными сыновей Израиля то, что они соблюдают, то, что они соблюдают заповеди, да, циуним, мецуяним, да, отличный, да, вот, Раша нам пишет, что это означает, что установи себе знаки, знаки на дороге отцов, знаки на дороге отцов, Раша подчеркивает не, скажем, филин, как мы взяли для примера, он подчеркивает хорошие качества, доброту, честность, да, все это ты должен, должен сохранить в изгнании, да, вот, теперь Мальбим нам объясняет, несколько, да, да, несколько иначе, я бы не стал сейчас останавливаться на деталях, интересно то, что он говорит, да, написано по дороге, которой ты пошла, а мы знаем, что иногда пишется по одному, а читается по другому, вот написано по дороге, которой ты пошла, а написано, как бы, да, написано, правило такое, ты должен читать, чтец должен читать по дороге, по которой пошла, а написано, я пошел, и Мальбим подчеркивает, что это намекает на то, что в изгнании Всевышний ушел, Я шел вместе с народом. Там, где ты, Дева Израиля, пошла, я невидимо был с тобой. Я шел с тобой. Момент, который очень красивый, я тоже хотел вместе с вами подчеркнуть. Вот теперь есть такая посылка современного раввина и раввина очень большого авторитета, который известен как Эмик Дабар. Тут Эмик Дабар. Углубленное изучение. Это Раф Берлин. В прошлом глава Воложинские шибы. И вот, что он здесь, что он пишет. Рабинов Толиц Ви Берлин. Это полное его имя здесь выписано. Его комментарий коротко называется Эмик. Его еще называют нациф, чтобы как бы нам представить его. И он написал так, что ценность заповедей, она только в земле. Заголовок такой. Давайте сравним ценность заповедей в земле Израиля и за пределами земли Израиля. И он пишет так. Есть связь человека с местом. И только в определенном месте, где пребывает щена, где пребывает божественное присутствие, мы обязаны соблюдать заповеди. То есть, величайший мудрец, глава Воложинской шибы, одного из сильнейших, если не сильнейшего, просто центра изучения Торы, он пишет, что вот это, эти слова, понимаете, как вот нам здесь это взять? Сделай себе метки на дороге. Раши пишет то, что отличает сыновей Израиля. Я отсюда слышу, и не я, а Рав Цви Берлин, Нафтолий Цви Берлин. Он отсюда слышит, что за пределами земли Израиля смысл заповедить только в том, чтобы еврей сохранял свое отличие. У них нету того духовного действия, которое есть в земле Израиля в любой ситуации. Стоит храм, не стоит храм, есть государство, нет государства. Там, в этом месте, в Израиле всегда пребывает щена в большей степени, в меньшей степени. И только там имеет смысл соблюдение заповедей в полном смысле. Или, скажем, имеет смысл соблюдение заповедей, как построение связи, прямой связи со Всевышним. За пределами земли Израиля эту связь построить нельзя. Эту связь построить нельзя. И есть обязанность, очень большая, очень сильная обязанность, остаться евреем среди народов мира. И чтобы это все видели. И чтобы ты сам видел, что у тебя есть принципиальные отличия. Один подчеркивает формальные заповеди, Раши подчеркивает моральный и духовный уровень. Все это ты должен сохранить. Для чего? Чтобы найти дорогу обратно. Дорогу туда, где Бог. Дорогу туда, где эти заповеди имеют полный смысл, не ограниченный, не для чего-то и чтобы, а в каком-то смысле самоцель, в том смысле самоцель, что строится связь со Всевышним. Строится связь со Всевышним каждой заповедью. Раф Кук учился в Воложинской Ешиве. И, конечно, он придерживался, конечно, можно доказать из его книг, он придерживался такого же мнения. И в книге «Урод», в своей книге «Урод» он эту мысль излагает очень красиво, несколько по-другому, всегда в каком-то таком с некоторым каббалистическим поворотом. У Раф Кук и иногда вот эта каббала у него даже незаметна. Но всегда такой высокий духовный уровень у него присутствует. И он говорит так, что душа еврея полна буквами. Что это такое, полна буквами? Вот это как пророческое заявление, как Еремьягу говорит, как мы с вами учили, всякий сосуд наполнен или должен быть наполнен вином. Ему говорят, ну мы знаем, что всякий сосуд должен быть наполнен вином. Так и здесь можно сказать. Ну, хорошо, мы много раз слышали, что в душе есть буквы. И что же ты нам рассказываешь? Раф Кук рассказывает, что буква – это знак. Она и называется «от». Это знак. В самом простом таком смысле – это знак, какой звук нужно произнести. У него нет самостоятельного значения. Она знак, какой звук нужно произнести. А в глубинном смысле – это знак, который указывает на особую связь души с прямую связь, с высшим миром, можно сказать, можно прямую, со всевышним. То есть этих связей есть много. Есть такая связь, есть такая, есть более непосредственная, есть более опосредственная, есть прямая, есть более завуалированная и так далее. Каждая буква указывает на особую связь души, скажем, со Всевышним. Это присутствует, это есть. И вот Раф Кук говорит, душа еврея полна буквами, которые начинают освещаться, наполняться светом. То есть он представляет букву как указатель на какой-то канал, который есть, потенциальную связь. И когда человек стремится ко Всевышнему, исполняет заповедь, то буквы начинают наполняться светом. Те или иные буквы, они начинают работать, они становятся проводниками света. И дальше он говорит, что за пределами земли Израиля буквы в душе маленькие, а в земле Израиля они большие. Читай, как бы в нашем понимании то, что нам удалось с вами приоткрыть, что в земле Израиля связь со Всевышним более сильная. За пределами Израиля, она малозаметная. То есть он, в отличие от, в общем-то, своего учителя Рава Берлина, он не отрицает то, что, он не отрицает, что, не говорит, что заповеди вообще не имеют смысла за пределами земли Израиля. Но он говорит, там они меньше. И вот это вот пророк Еремияу. И нам бы надо было чуть ли не каждый день задумываться над тем, а что означает его посылка или даже требование сделать знак. Сделать знак. И я бы сказал, что знак в наше время нужно сделать не только тем, кто за пределами земли Израиля. Им в первую очередь нужно сделать знак. И не только сделать, им давно уже надо идти, двигаться по этим знакам, приближаться, по крайней мере, к земле Израиля. Смотреть, высматривать, где там стоит шерсть. Где есть возможность какая-то приблизиться к идее возвращения или к реализации идеи возвращения. Смотреть, где там поворот, чтобы не промахнуться, не заехать по дороге в Соединенные Штаты, Францию или еще какой-нибудь Галут. Это все нужно смотреть, безусловно, и в наше время. Но есть. И еще нужно выглядывать путь месела. Это мы сейчас попробуем представить себе, что такое проложенный путь. И еще нужно и тем, кто живет в Израиле, смотреть, смотреть, как дальше. Может быть, даже не эти знаки, а вот скорее дорога. Где она, дорога Всевышнего, которая нас приведет к успеху? Это дорога, о которой идет речь. Как мы представляем, она проложена Всевышним. И ты идешь по тому пути, по которому ты идешь. И выбираешь метки, отметины. Стараешься попасть в землю Израиля, чтобы, упаси Бог, не забыть этот обратный путь. И не сказать, что у меня нету пути. И потерял я тут вот, да, теперь остался. Интересно, в скобках заметим, что наше отношение к заповеди чаще всего, не знаю, когда это возникло, но уж 200 лет как минимум, я думаю, что и больше, это как к самоцели. Вот, исполняй заповедь, и все будет хорошо. И поскольку мы не изучаем пророка, поскольку мы не соприкасаемся с этим текстом, в лучшем случае через гемару, который дает очень далекий драж, очень такой далекий от простого смысла, да, и мы только по гемаре знаем это, да, сделай себе, о селиха циюним, сделай себе отметины. Из-за этого мы не задумываемся над тем, что заповедь – это не самоцель, это средство, это средство приближения ко Всевышнему, это средство возвращения в землю Израиля, да, и это средство построения общества и в конечном итоге достижения цели нашей, без которой мы никуда не денемся, это повлиять на весь мир. Конечно, здесь средство, оно очень близко к цели. Понятно, что для человека цель, если, скажем, ну, не совсем, как бы, такая конечная цель, но очень существенная цель – это прямая связь с Богом, да, и она достигается через заповедь, и здесь получается, что средство, и средство очень близко к цели, да, ты исполняешь заповедь, и уже раскрывается связь с Всевышним, и это само по себе цель, но это близко, да, близко. Можно сказать, что заповедь и самоцель, но с определенной оговоркой, с определенной оговоркой, да. Заповеди, как мы видим, за пределами земли Израиля только, чтобы не забыть, а в земле Израиля, да, для того, чтобы построить связь с Богом каждого человека, но в земле Израиля это недостаточно, надо построить еще справедливое общество и выйти на тот уровень, когда мы будем светом для всех народов. Это смысл заповеди. Но мы не изучаем пророка. В лучшем случае, как говорят, если ты спросишь ученика Ешивы, и, может быть, не всех, я не буду говорить, там и особенно Ешивы национально-магиозного лагеря, может быть, это не так, но как образ, да, и, может быть, до недавнего времени это было очень справедливо, говорят, если ты скажешь фразу из пророка ученику Ешивы, и спросишь его, где это написано, он тебе скажет ли из гемары, на котором это цитируется, да, но это же не изучение пророка. Гемара дает, кроме всего прочего, берет цитата, иногда в этой цитате в гемаре опускается основная часть, тебе цитируют что-то, имеют в виду, что ты знаешь, что там продолжение, и без этого продолжения ты не поймешь, идем речь, и о чем идет речь. Часто гемара или мидраж преследуют какую-то свою цель морального поучения, нравоучения, и не спускаются, не доходят до сути, не ставят такой цели, и поэтому изучение гемары, даже тех мест, где разбираются пророки, оно не может, не может, не может никоим образом изменить изучение пророков, изменить изучение пророков. Я вот пытаюсь понять, что мне тут говорит зум программа, я не совсем понимаю, кого-то пустите, что-то есть, я не совсем вижу. Ну, хорошо. Ладно. Да, вот. И опять же, у меня призыв, может быть, я так подробно на этом останавливаюсь, потому что мы поняли важность и ту проблему, в которой мы находимся, оставляя пророков. Теперь, да, о дороге. Вот ты идешь по тем веточкам, по тем камешкам, которые ты поставил, по тем стрелочкам, которые ты нарисовал, где поворачивать, и тебе вдруг говорят, обрати внимание на дорогу. Зачем ты пробираешься по тропинке, когда здесь есть дорога, и явно, явно, она предназначена для того, чтобы по ней пошли много людей, проложена дорога. Может, она недавно проложена. Но она проложена. Что это такое? А это вот что такое, если на примере. Ты правильно делал, что ты думал, как вернуться в землю Израиля. Ты думал над тем, что нужно будет исправить для того, чтобы укрепиться на земле Израиля, кроме того, что ее завоевать, какие моменты духовные исправить. Ты все это правильно делал. Но вдруг ты видишь, что ты видишь? Ты видишь декларацию Бальфура. Ты видишь, что открывается прямая, непосредственная возможность, даже призыв, даже призыв народов мира, чтобы ты вернулся в землю Израиля. Обрати внимание, говорит Всевышний, обрати внимание на проторенную дорогу. То есть ты до сих пор пробирался по тропиночкам, поднимался в гору и спускался с горы по узкой тропиночке и все искал, где те веточки, которые ты нагломил или которые ты воткнул. Вот здесь дорога есть. Обрати на нее внимание. Не пропусти. Государство образовалось. Образовалось государство. Есть возможность приехать. Не было возможности из-за того, что пособники фашистов-англичане с какого-то момента не давали возможности въехать евреям и во время Второй мировой войны, и после Второй мировой войны. Но сейчас все образовалось государство. Обрати внимание. Обрати внимание. Израиль укрепляется. Вспомни то, что написано в Гемарии. Раби Абба говорит, что нет у тебя более верного признака окончания и изгнания начала Геулы, чем цветение земли Израиля. А что это значит? Зачем тебе нужен признак? Потому что нету пророчества. Не дожидайся пророка. А посмотри, посмотри, вот есть дорога. Обрати внимание на то, что протоптана дорога. Не по тропиночке уже пробираться, как с большим трудом, как партизаны. Есть дорога проложенная. Что означает эта фраза из Гемара, которая тоже недостаточно раскрывается? Зачем нужен признак? Признак нужен, чтобы ты своими глазами увидел, что нужно возвращаться. То есть, ты знаешь, что всегда нужно возвращаться, но до сих пор не было возможности. Не все обязаны жертвовать своей жизнью, чтобы вернуться. Если человек хочет, то его нельзя удержать. Своевание земли Израиль – это война, и ради нее рискует жизнью. Эта заповедь лежит на каждом евреи. Допустим, человек счел, и вполне рационально, и что он не может или не хочет жертвовать своей жизнью того, чтобы пересидеться в землю Израиля в таких условиях, когда там просто арабы убьют еврея. решил. Но теперь, ты же видишь, земля Израиля цветет. Аравцовый Илуда говорит, что значит цветет. Есть возможность, условия, экономические условия, защита в земле Израиля для того, чтобы жить, есть. Приезжай и живи. Приезжай и живи. А вот это значит обрати внимание на дорогу. Не только по тропам пробираться, не только думать о том, как вернуться в землю Израиля и готовиться к этому возвращению, чтобы исправить те недостатки, которые были раньше, но есть и есть дорога. Идти по этой дороге. Быстрее. Только в земле Израиля можно все исправить. Как сказал Еремьяву тот же, возвращайтесь, дети шаловливые, озорные, если вы не бросите еще свои шалости, все равно возвращайтесь. Ну вот то же самое, что-то такое и слышится у нас здесь. Современный раввин Рафьюэль Фридман, довольно сильный человек с докторской степени, он придерживается такого же мнения. такого же мнения. Есть у нас и Галаха очень интересная, которая подтверждает, подтверждает этот момент, что когда ты купил дом за пределами Израиля, у тебя нет обязанностей, даже не следует вешать Мезусу 30 дней. Через 30 дней ты вешаешь Мезусу. А в земле Израиля сразу, когда ты купил дом, ты вешаешь Мезусу. И здесь мы тоже слышим этот отголосок тоже, что заповеди за пределами земли Израиля, они неполны. В Сифре, Сифре это источник Танаев, то есть людей, которые жили в период записи, до записи Мишны и в период записи Мишны, ученики Раби Акива, здесь говорится так, «Несмотря на то, что говорит Всевышний, я изгоняю вас из земли за пределы земли, будьте митсуянин, будьте отличными». Я даже не говорю отличающимися, я говорю отличными, будьте отличными. Я учился у Рома Миллера, который учился в свое время у Хофицхайма. Он, в отличие от многих других пожилых евреев, прекрасно знал русский язык, у него даже была специальность преподавания русского языка. И когда он преподавал Гемару, он старался изменить слова. И он понимал, что он говорит и специально говорил неправильно, стараясь передать смысл. И он говорил так, я отчаянно ошибся. Не отчаянно, я отчаянно ошибся. Вот так же я здесь стараюсь отчаянно ошибиться. «Айю митсуяни, будьте отличными своими заповедями, чтобы, когда вернетесь, они не были для вас какой-то новостью, удивительными, новыми». Мы видим потрясающую вещь в Сифре. Он прямо нам говорит, что смысл соблюдения заповедей за пределами земли Израиля. Обратите внимание, все на тот же пасук, на тот же стик из Еремиягу в 31 главе, который мы с вами разбираем. Сифрей говорит, что соблюдение за пределами земли Израиля заповедей нужно только для того, чтобы не забыть, как они соблюдаются и вернуться к их соблюдению в земле Израиля, и чтобы не пришлось их изучать заново. То есть Сифрей не видит большой самостоятельной ценности в соблюдении заповедей за пределами земли Израиля. Конечно, ценность величайшая. Тот, кто сохраняет заповедь, наибольшая вероятность, что он останется в еврейском народе, не абсолютная, как бы не стопроцентная. И у того, кто не соблюдает заповеди, тоже не стопроцентная, что он уйдет от народа и что он не вернется в землю, но это все-таки какая-то гарантия и очень существенное соблюдение заповедей. В этом смысл, в этом ценность заповедей, соблюдение заповедей за пределами земли Израиля. Но не в том, что заповедь как бы исполняет свою основную функцию строить прямую связь с Богом. здесь приводится пример, также в сифре просто у нас, к сожалению, нету возможности разобрать это подробно, но не важно, я надеюсь, что общий смысл мы очень хорошо с вами помним. Смотрим сифры дальше имеют ли нам смысл. Сейчас, наверное, нет. Тут я как-то что-то пометил, но мы, в общем-то, в принципе, все эти моменты уже разобрали. Вернуться, раскаяться, я подчеркнул, мы тоже этот момент разобрали. дальше, дальше что мы смотрим дальше, да, вот, я надеюсь, что мы этот момент поняли, и я бы хотел оставшееся время, или даже немножко перейти границу оставшегося времени, разобрать с вами, посмотреть, что такое месила, что такое путь, который бы нам надо было заметить с вами прежде всего тем, кто живет в земле Израиля, как продолжение, мы все говорят, что это время наше, это и тхалта до геула, это начало освобождения, значит, у нас еще есть путь, так сказать, возвращения из Галута, и в земле Израиля у нас есть путь, духовный подъем и так далее, это очевидно, я бы не стал говорить, что напрямую, как многие говорят, что мы в Израиле в Галуте, нет, я бы сказал, что мы в Израиле принципиально не в Галуте, и мы продолжаем отрыв от Галута, совершенно необходимо нам оторваться от ментальности Галута, от привычек Галута, от мировоззрения Галута, от Торы Галута нам совершенно необходимо оторваться, но при этом все-таки я категорически против говорить, что в Израиле мы в Галуте, государство, какое бы оно ни было, как бы ему трудно не приходилось, какие бы глупости в нем не совершались, это государство и мы здесь, это еврейское государство и мы здесь не в Галуте, такое дело, есть путь, так вот я хочу с вами обратить внимание на тот путь, как я представляю себе нужно было бы заметить призыв Еремиягу к нам, к живущим в земле Израиля и не завершившим еще свой духовный путь, куда нам идти, куда нам направить свои усилия, я вам предложил взглянуть на события очень тяжелые, очень непростые и тем не менее, тем не менее попытаться сделать из них вывод мы всегда боимся делать вывод из событий вот катастрофа ну ужас, кошмар, конечно, разве можно с этим спорить, при одной мысли волосы встают дыбом, дрожь идет по телу и тем не менее, и тем не менее, надо понять, почему это было, наше еврейское дело такое, мы ни в коем случае не должны подставлять вторую щеку, если тебя ударили, нужно по одной щеке, а лучше, чтобы и по одной не ударили, нужно защитить себя, нужно дать сдачи, чтобы потом другим неповадно было тебя бить, и когда ты это сделал, что дальше? Что дальше? Вот есть такая еврейская поговорка, несколько насмешливая о характеристике наших праздников, мы победили, давайте выпьем и закусим, как бы смысл есть наших праздников, ура, мы вышли из Египта, давайте выпьем и закусим, ура, в пуре мы победили, давайте выпьем и закусим, это не еврейский путь, это не еврейский путь, еврейский путь, да, отметить победу как благодарность Всевышнему за спасение, а потом задуматься, а почему же такое произошло-то с нами, да, вот даже в пуре, когда все спаслись, почему же это такая угроза нависла над нами, да, раби Шимон со своими учениками, он своим ученикам говорит, да, а почему говорит, над евреями нависла такая угроза, да, ну, говорят, Всевышний не убил евреев, не уничтожил евреев, упаси Бог, в пуре, ну, это правильно, но угроза-то была, и нужно понять, почему она была, да, он приходит к выводу, и ученики говорят одно, другое, он приходит к выводу, и говорит, потому что радовались на первую Ахашвироша, да, это великие слова, это великие слова, да, в скобках, это отдельный разговор, да, пренебрежение национальной идеи смерти подобно, народ не может выжить, наш народ особо, если он оставляет свое предназначение в мире, да, он не может выжить, да, почему это нависло, можно дальше углублять это рассмотрение, что было, что было в Пуре, да, а когда произошли эти события в Пуре, 13-го Адара, да, хотел Аман всех уничтожить, и, слава Богу, уничтожили его сторонников и пособников, а что это за число 13-го Адара, вот Пурим, Пур выпало у него, у Амана, все случайно, и когда мы повторяем это все случайно, мы попадаемся на удочку, на половушку, которую приготовил нам Ангелат Эстер, Аман бросал жребий, но мы же знаем, что его рукой, что всем управляет рука Всевышнего, и почему же на 13-е Адара именно выпала такая страшная угроза для еврейского народа, которая была отменена, но выпала, да, и я как-то посчитал, да, что 13-е Адара, если взять параллели египетского исхода из Египта, то на 13-е Адара приходится, да, приходится начало наказания темнотой, а в наказании темнотой, как вы знаете, да, в первые три дня наказания темнотой умерли те, кто не хотел выходить из Египта, и, конечно, все случайно, все случайно, но когда ты видишь, знаешь, что это за дата, это смерть тех, кто не хотел уйти из Египта, говорится, что в темноту, чтобы евреи похоронили, и чтобы те, кто хотел уйти, да, чтобы не было осквернений имени Всевышнего, все это хорошо и замечательно теперь, да, мы же понимаем, за что было наказание, за что была угроза в Персии, за то, что не хотели выходить из Персии, за то, что была возможность, да, в 350, сейчас скажем, чтобы не ошибиться, секунду, да, возьмем, в 370 году, в 370 году декларация Корыша до этой эры, естественно, была возможность встать и уйти, не пошли, не пошли, то, 5-е, 10-е, Всевышний показал, да, что это неприемлемо, показал только, оставил возможность раскаиваться, но показал, что это неприемлемо, так же и с катастрофой, да, страшно говорить, страшно, только ты начинаешь что-то говорить, сразу говорят, а как же дети, за что они погибли, да, вот, и ты чувствуешь себя действительно каким-то преступником, но я обопрусь на рабстве Иуда, он не говорит, за что катастрофа, он говорит, для чего катастрофа, он говорит, что катастрофа для того, чтобы оторвать еврейский народ от Галута, после катастрофы Галут не существует, то есть нету никакого оправдания, что еврей сидит в Галуте, да есть прекрасный стих Натана Альтермана, который описывает жизнь еврея в Европе после катастрофы, после Второй мировой войны, вот, и как бы, как европейцы на него смотрят, да, вот, тут ходит, немножко, так сказать, оклемался, располнел, посидел, да, но, говорит, мы видим твой, мы видим твой труп, плывущий, привущий в реке, да, твой труп, плывущий в Европейской реке, да, привущий, плывущий в Рене, да, мы тебя так видим, да, Галут не существует, не существует, это бред, это абсурд, да, это нет основы, да, и всякий, кто живет в этом Галуте после Второй мировой войны, он где-то в глубине души знает, что там не его место, и он должен вернуться, да, вот, это месила, это дорога, дорога, которую проложил Всевышний, да, вот, да, пробирались, шли, как-то, отдельные люди, да, поставили себе вехи, добрались, нашли дорогу в землю Израиля, это теперь дорога проложенная Всевышним, чтобы мы возвращались, обратите внимание, говорит Всевышний, ничего не надо делать, только обратите внимание, дорога готова, это пророк Еремея, тридцать первая глава, теперь идем дальше, моя задача немножко затронуть, немножко затронуть события, и посмотреть продолжение этой дороги, куда мы дальше, куда мы дальше здесь уже в земле Израиля, да, вот мы видим, что надо задуматься, мы вернулись настолько в своей глупости, что нас события подобные катастрофе, а в чем-то еще и более ужасные догнали, здесь, в земле, в своей земле, в земле Израиля, там, где мы говорили, никогда больше, мы сюда вернулись для того, чтобы не было катастрофы, это само по себе ошибка, как мы с вами говорили, должна быть национальная идея, спасение, спасение, очень благородная цель себя, своей семьи, своего народа, убежище национальное, очень благородно, но это не национальная идея, на этом не выживешь, и Всевышний не даст на этом жить, потому что у нас есть задачи в этом мире, теперь, да, смотрим с вами дальше, вот здесь Нюрнбергский процесс, да, может быть, мы с вами говорили уже, я хочу напомнить, да, что во время Нюрнбергского процесса были повешены 10 нацистских преступников, не во время, а по окончанию Нюрнбергского процесса были повешены 10 преступников, и хочу вам напомнить, что намек на это событие есть в книге Мгелат Истер, в свитке Истер, пророческая книга, пророческая, ничего не сделаешь, да, и вот в ней есть предсказание, предсказание будущего, да, удивительным образом, я, в общем-то, не знаю больше таких точных предсказаний, естественно, что его можно увидеть только задним числом, но мало увидеть, надо еще и понять, да, у нас, да, у нас есть, как вы помните, сыновья Аммана, их имена записаны в столбик, да, и они уже, они, почему они записаны в столбик, потому что они записаны в том порядке, в каком они висят на высочайшем столбе, 50 амод, 50 локтей, они висят вот в таком порядке, да, а дальше говорится так, и 10 сыновей Аммана, притеснителей евреев, убили, да, убили, хорошо, убили, да, а дальше Истер, да, и сказал Истер царю, если хорошо царю, пусть будет дано завтра евреям, чтобы они сделали в Шушан-Абера в столице, то, что они делали во всей стране, и 10 сыновей Аммана повесили, ну, мы могли бы сказать, что их убили, а теперь она хочет, чтобы их повесили, но специально они написаны в столбик, чтобы сказать, что они висят, уже висят, и чего просить их повесить, только как пророческие, как пророческие слова о том, что 10 сыновей Аммана будут повешены в будущем, когда они будут повешены, это записано в самих именах, здесь есть маленькие буквы, ТАВ, ШИН, ЗАИН, следите, пожалуйста, сами, вот ТАВ, ШИН, ЗАИН, маленькие буквы, и есть большая буква ВАВ, это читается так, ВАВ – это пятое тысячелетие, пятотысячные годы, да, а ТАШАЗ – это запись года, как обычно записывается, как мы пишем, указывая, какой год теперь, сотворение мира. Итак, пять тысяч ТАШАЗ – это значит пять тысяч семьсот седьмой год, и это соответствует в обычном календаре 1946 году, когда были повешены нацистские преступники. Здесь не указана точная дата, когда они были повешены, потому что, не надо говорить, когда они были повешены, это как бы и так понятно, они были повешены, в Ушана-раба, в последний день Суккота, который считается днем суда над народами мира. Праздник Суккот, его характер, это как наша обязанность исправить весь мир. И мы неоднократно с вами говорили, что мы приносим 70 быков во время праздника Суккот за народы мира. Но в каком смысле за народы мира? Мы каждый день приносим меньше, в надежде, что их будет меньше, но не физически. Это никакой ситуации не исправится. Вишний не сотворил мир для того, чтобы его уничтожить физически. Нет. Мы рассчитываем, что они перестанут быть теми народами, которые они были. Они приблизятся к вере в единого Бога и будут понимать историю в свете Торы. И тем самым они перестанут быть теми народами, варварами и двупоклонниками, которыми они были раньше. И тем самым народов этих станет меньше. 70 народов, которые были после потопа, а 70 народов, которые приблизительно хотя бы 70, которые строили Вавилонскую башню, их не будет. Мы за это приносим быков. Будут другие, но не эти. И поэтому даже не надо было бы говорить, когда они будут повешены. Я, конечно, не такой умный. Если бы я жил тогда, я бы не догадался. Но ретроактивно это видно. Это видно, что это именно тот день, когда они должны были быть казнены. Теперь мы с вами продолжаем к ужасным событиям, из которых мы все равно так или иначе должны сделать вывод, опять же, с молитвой, чтобы все раненые выздоровели, чтобы наши солдаты были целы, живы и здоровы и добивались успеха, чтобы пленные вернулись, чтобы семьям, которые пострадали, пришло утешение. Все это я все помню. И, тем не менее, у нас есть обязанность посмотреть, что же здесь произошло. А события ужасные, которые произошли, они произошли 22-го месяца Тишей. На следующий день после Ушана Раба, когда были казнены нацистские преступники. И явно, что Хамас и Ижи с ним, так сказать, это продолжение нацистов, продолжение, продолжение, как не страшно говорить, пускай в, может быть, микроскопическом виде продолжение катастрофы, а не продолжение. И в то же время это их борьба с нами, это несколько иная идея. Это несколько иная идея. Нацисты хотели уничтожить евреев, чтобы их не было. Здесь идет борьба с государством Израиля. Может быть, теперь пойдет борьба с каждым евреем, будут преследовать евреев, Галутии и так далее, но эту ненависть к евреям сейчас, в наше время, если не сказать вызвало, то вывело совершенно на новый, дикий, бешемый уровень. Это государство Израиль. 22-го Тишлей. Это праздник Шмини Ацерет, который описывают так, в частности, Илья Укитов, в книге «Нашего наследия», переведенной на русский, он говорит так, что праздник Суккот похож на пир для всех народов, и праздник Шмини Ацерет, последний, когда приносится в жертву один бык, уже нет разговора про все остальные народы, приносится бык один за народ Израиля, этот день похож на то, как гости разошлись и сыновья остались с отцом. Остался только народ Израиля, все остальные разошлись. И мы понимаем, что не случайно эта атака пришлась на этот день. Я не говорю, что это был удобный день для Хамаса и так далее. Все это само собой понятно. Есть духовные причины, это духовная причина, это день особенности, выделенности еврейского народа. Выделенности еврейского народа. Если Пурим и его продолжение, как мы увидели, нацистские преступники, катастрофа, это удар за нежелание оставить Галут, то здесь это удар за нежелание проявить свою особенность, особенность сыновей Израиля, которая, проявившись, должна исправить весь мир. Этот удар. Мало времени, или наоборот, я занял много времени, сейчас я коротко постараюсь изложить, что у меня еще здесь есть. Хамас, это зверье, назвало свое нападение, дало ей имя Мабуль-Элякса. На арабском Туфна-Аль-Акса. Потопы-Аль-Аксы. Конечно, это разбойники, и что у них в голове, там трудно понять себе, они хотели сравнить это с высказыванием Торы, вся земля полна Хамасом, и так далее, не будем сейчас остановиться на этом, но есть в Мишле прекрасная фраза, «Ля Адам наарахэйлет, умигашем манэлашон». Человек о чем-то думает, а Всевышний движет, если так можно сказать, его языком. Хотел сказать одно, а сказал другое. Или сказал то, что не понимает, и то, до чего бы не додумался. Но в некоторых случаях нужно послушать и понять, что его языком двигал Всевышний. И что же это за потоп? Мы с вами знаем из Медра Шраба, из Шмот, что когда Всевышний даровал Тору, пришли народы к Беламу и спросили его, а что это такое в мире? Это же потоп. Белам им сказал, не волнуйтесь, это Бог даровал Тору своему народу. То есть мы понимаем, что раскрытие великой духовности народ мира воспринимает как потоп, гибель для сыновей Израиля. Это будущее, это движение к духовному миру. Для них это гибель, потому что они не могут это понять и не могут воспринять. Они воспринимают это как, по крайней мере, какую-то угрозу. Значит, их потоп это раскрытие света для нас. В Холямоэ и Суккот обычно в полупраздничные дни Суккота в субботу читают отрывок из... Я сейчас пропущу эту картинку, потом вернемся к ней. Читают картинку, читают отрывок из Киэля, который говорит о войне Гога из страны Магог. И это не случайно. Понятно, что мудрецы видели Суккот как исправление всего мира. И, в конце концов, этот отрывок кончается тем, что те народы, которые войско Гога гибнет, но ведь есть и продолжение, есть дальше мир, не все погибли. Те народы, которые не придут в праздник Суккот в Перушалаим, они будут наказаны. Этот отрывок читают в Суккот. И он о Гог из страны Магог в войне против Иерушалаима, именно против Иерушалаима, именно против еврейской государственности, именно против того, что сыновья Израиля собрались в стране Израиля. И вот мы видим эту дорогу, этот рисунок, который для нас вырисовывается. картина Ихискеля, пророчество Ихискеля заканчивается практически, не самый конец, но заканчивается чем? Такой картиной. Картиной потопа. Но только потопа не воды, а потопа света, который описывается как вода, которая вытекает из света и святых, идет, расширяется, поток набирает силу, в конце концов он в конце концов он закрывает, как бы растекается по всей земле, исправляет все воды, и даже в соленом море появляется рыба, да, это потоп, потоп света. Потоп света, несущего благословения, он исходит из святая святых для рабов. Алякса, скажем, не вдаваясь в подробности, из Аляксы выходит, это их потоп, которые не определили, которые Всевышний определил их их устами. Теперь, что-то еще хотел сказать в завершении, но, в принципе, как бы, да, все понятно, да. Представляется, что представляется, что это указывает нам дорогу, дорогу для того, чтобы мы дорогу, обязывающую нас найти самих себя, свою особенность реализовать ее, и это неразрывно связано с храмом, да, и такое чудовище, прародитель Хамаса, да, вот, первая, так сказать, ласточка, зернышко, да, вот, такой осознанный, организованный, ненависти к ревеям, к евреям, это Хадж Амин Хусейн, к муфтий Ирушалайма, муфтий Ирушалайма, такое чудовище могло родиться только потому, что нас там нету, как говорят, свято место пусто не бывает, и вот это вот родилось из того, что нас нету, здесь Хадж Амин вместе с фашистами, есть его картинки, фотографии вместе с Гитлером, да, и он договаривается с Гитлером, что он поставит мусульман на службу вермахта, а Гитлер за это поможет ему уничтожить всех евреев в земле, в земле Израиля, да, и это, опять же, Храмовая гора, он, его корень, этого Хадж Амина, он муфтий Ирушалайма, он там на Храмовой горе приносит свои речи, да, это потоп Алякса, Элякса, потоп Алякса, не вдаваясь в подробности, потоп из-за Храмовой горы, потоп в нашем понимании, и с Божьей помощью этим кончится, потоп благословения, света с Храмовой горы. Все, я остановился, приношу извинения, что занял больше положенного времени, нажимаю стоп-шер, если какие-то есть вопросы, можно задать, вот, но только сразу, сразу хорошо, чтобы мы не сидели здесь, так, вот, окей, ну, если нечего спросить, я останавливаю запись, тогда с вашего разрешения, правильно, я не вижу поднятой руки, я вижу, что у вас микрофоны выключены, вот, но, окей. Да, Рабзеев, спасибо большое, очень интересно, есть над чем подумать, так сходу вопросы не идут. Хорошо, вот, давайте подумайте, о следующем занятии, можем начать с вопроса. Хорошо? Большое спасибо за внимание, я еще раз подчеркиваю, да. Спасибо большое. Спасибо вам. Еще раз подчеркиваю, что без вас я бы не, со многим не справился, но, может быть, с чем-то справился, а вот так, когда думаешь, представляешь, вас хочется объяснить, то совсем по-другому получается. Спасибо. До следующей встречи уже жду с нетерпением. Всего самого доброго. Всего хорошего. Карко, что-то доброго. Спасибо. Продолжение следует...